Привет! Привет всем ценителям «Вкусно покушать» и особым ценителям нашей кулинарной программы «Область вкуса». Сегодня у нас уникальный выпуск, потому что мы будем говорить о школьном питании. И помогут нам приготовить и попробовать это люди, знающие толк в этом деле. А именно, Максим Хименко, директор комбината школьного питания и главный технолог данного предприятия Ольга Геляйцева. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Мне на самом деле очень интересно, поскольку такого объема мы на нашей кухне еще не готовили. Управимся, Ольга? Ну, постараемся. Да, ну тогда давайте. Что мы сегодня готовим? Сегодня мы будем готовить исключительно блюда из школьного меню, а именно завтрак это будет каша-дружба молочная. Так она называется? Каша-дружба? Да, каша-дружба. Класс. Все правильно. Кстати, знаете, почему называется каша-дружба? Потому что в одной каше дружат два вида крупы. Крупы. Вот как. Рис и пшено. Ну, дружить она может и с сухофруктами, она может и с другими крупами дружить. Ну, сегодня это вот такая блюда. Отлично. Каша. Что еще? Это из рациона завтрака, так скажем. На обед мы будем готовить сегодня из рациона обеда это гуляш из куриного филе. Прекрасно. С картофельным пюре. О, как я люблю. Очень любят, да. Да, не только вы любите, любят и детки. Вот. И на десерт мы приготовим запеканку, но только не в таком, как мы подаем в классическом виде на противне, резаную там, да. А мы приготовим ее в формочках. Запеканка с брусничным соусом. Оля, я предлагаю вам, как главному технологу, руководить нами сегодня с Максимом, да? С удовольствием. А отсюда мы убегаем. Так что проходите, пожалуйста. Да. Мы же с Максимом будем разговаривать на интересные темы. Вообще, в чем заключается правильность рациона или важность рациона питания для школьников? Ну, вообще рацион для школьников, как вы сказали, правильность его, да, оно прописано в соответствующих документах. Есть требования санитарных правил к разработке меню. Поэтому на сегодняшний день в основном мы работаем по меню завтрака для ребят первой смены и, соответственно, готовим обед для ребят второй смены. Естественно, к этим двум видам приема пищи есть определенные свои требования. То есть на завтрак это, как правило, каша. На завтрак мы также включаем фрукты, преимущественно яблоки, мандарины. На обед, естественно, должна быть холодная закуска, должно быть первое блюдо и должно быть второе блюдо. Ну, вот первое блюдо мы сегодня не готовим, мы готовим из меню обеда второе блюдо, но вообще по правилам холодная закуска, первое блюдо и, соответственно, второе блюдо. Максим, я вас перебью на 5 секунд. Оля, что нам нужно? Ложечку. Ложечку, пожалуйста. Вы на нас не обращайте внимания, мы можем разговаривать с Максимом очень много, так что вы врезайтесь в нашу беседу и командуйте. Давайте нам задание, чтобы мы что-то помогали. Что нам нужно сейчас делать? Что вам нужно сделать? Для начала, сейчас у нас закипит водичка, мы туда поместим картошку, пусть варится. Кто-то режет у меня куриное филе, а кто-то режет луковицу. Как распределим обязанности, Максим? Я займусь мясом. Я займусь мясом. Я так понимаю, что у нас же самое долгоиграющее, самое тяжелое, это будет как раз-таки запеканка? Да, сейчас я заброшу, вот буквально водичка закипит и приступлю к запеканке. Все, отлично. Оля, мясо режем кубиком? Да, мы режем кубиком, как на классический гуляш. Я понимаю, что лук тоже. Да, дети не очень любят лук, поэтому мы стараемся его помельче резать. Это правда, это я знаю. Я с детства тоже помню, что я не особо любил лук и отовсюду вытаскивал его. Но почему-то с годами пришло осознание, что это же чуть ли не основополагающий ингредиент для создания великолепного вкуса. Это все верно. Оля, посмотрите, вот такой кубик нормально будет? Да, вполне. Так, ну для того, чтобы мне заняться запеканкой, мне нужно чуть-чуть вас подвинуть. Да, двигайте как вам угодно, мы можем вообще уйти вот сюда. Я пока понаблюдаю, Максим, пока вы режете. Сколько масла? По рецептуре. По рецептуре. Да, конечно, по технологической карте. Да, все блюда идут по технологической карте, это очень важно. Обязательно. Чтобы вы понимали, когда мы подготавливали все, мы взяли специально весы, потому что здесь очень важно соблюдать все граммовки. Вот, ну если мы начали говорить про технологические карты, да, я просто буквально два слова скажу. Да, конечно. О том, что входит в обязанности технолога. То есть вот Ольга Алексеевна у нас это главный технолог, помимо нее есть еще технологи. Соответственно, все блюда, то есть блюда готовятся не в таком в нашем понимании, да, как дома. Вот мы картофель положили на глаз, мясо положили на глаз, все это посолили, где-то что-то поперчили, да, и довели до вкуса. В организации школьного питания, то есть такой подход не используется. То есть самый главный, основной документ – это технологическая карта. В ней уже расписывается полностью технологический процесс, при котором получается то или иное блюдо. То есть это составляющие, это составляющие блюда и, собственно, технология самого приготовления. Поэтому все достаточно регламентировано, задокументировано. Очень сложно управляться на кухне, когда столько надо процессов следить за ними. Но я, знаете, о чем забыл? Я же вас не познакомил с этими замечательными людьми. Поэтому прямо сейчас я предлагаю познакомиться. Вот вам профайл наших гостей. Максим Хименко родился в Хабаровском крае. Окончил ХГТУ и МАП. 23 года жизни, связанные с общественным питанием. В прошлом – ресторанный «Воротило». Кормил президента и двух премьер-министров. В 2011 году зарегистрировал муниципальное предприятие – комбинат школьного питания, которое работает уже на протяжении 11 лет. Воспитывает двоих детей – сына и дочь. Девиз – «Все вкусное детям». Ольга Беляйцева родилась в Благовещенске. В 2000 году с красным дипломом окончила Дальгау по специальности инженер-технолог общественного питания. Сначала работала заведующей производства столовой профучилища. Затем технологом в сфере школьного питания, где трудится и сегодня. Так, сюда нужно вбить яйцо. Давайте мы поменяемся с вами местами. Я закончу с куриным филе. Ольга, одно яйцо сюда? Нет, два. Да, мы его предварительно помыли. Да, это, кстати, очень важно. Надо всегда мыть куриные яйца, потому что так важно делать. Маленькая томатная паста. Мы сегодня работаем без перчаток, потому что это наша кухня, мы для себя готовим. Тем более мы руки моем здесь раз по 8, пока готовим. На сегодняшний день повара на раздаче используют маски защитные, используют перчатки. Но нужно сказать, что в школах же все работают сейчас, все равно идет масочный режим. Да, то есть, несмотря на то, что в общественных местах масочный режим отменен, но для пищеблока все работают прекрасно. Так, мы немножко спассировали лук в томатной пасте. Лук в томатную пасту обязательно нужно тоже пассировать, чтобы пропал железистый вкус. Еще ложечку. Ложечку, пожалуйста. У нас пищу наше замечательное подварилось. Добавляем рис. Важно сказать, что рис нужно выбирать именно круглозерный, не пропаренный. Да. Потому что я, как вы понимаете, как не технолог, купил именно не такой рис. Но, слава богу, что у нас оказался правильный. Обязательно именно молочное молоко вместе с водой, потому что, ну, крупа имеет свойство, разваривается лучше в водичке. Хорошо. Ну, вот, теперь пора добавить муки. Буквально столовую ложечку, даже без горки, да? Да, 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 да. Мука здесь играет роль загустителя. Загустителя, совершенно верно. Так, и мне нужно будет водички. Без проблем. Мне нужно будет, так, наверное, грамм двести, стаканчиком. Стаканчиком. Все. Всегда думал, что вот этот гуляш, он делается из свинины, из говядины. Вот из курицы почему-то я еще не делал. Ладно, давайте начнем с того, что мясо свинины, в принципе, не рекомендуется в организации школьного питания. Гуляш из говядины тоже имеет место быть. Но сегодня мы решили взять именно куриное филе. Во-первых, он быстрее готовится, такой гуляш. Да. И, честно сказать, все-таки дети предпочтения, наверное, больше отдают курице. Нежели чем говядины. Согласен. Значит, прямо сейчас мы отправляем уже в разогретую сковороду куриное филе. Да. И быстро все это делаем. Опа. Оля, режем зелень, да? Да. Зелень у нас куда идет? Для будущего соуса. Самый последний момент мы ее добавим. Так, зелени надо немного, потому что я смотрю, да, совсем небольшой. Да, совсем чуть-чуть. Я сейчас чувствую себя, как будто я действительно именно в комбинате питания на производство. Конечно. Обжариваем отдельно. Мы курицу обжариваем ее очень быстро, потому что она нежная. Вот прям она только зарумянилась и потом, значит, совместно с соусом, и тогда она будет мягкая. Все, я понял. Иначе куриное филе – это такой продукт, как кальмар. Очень просто пересушить. Да, она прямо вот как кальмар, буквально немножечко и все. И то, что она побелела, это уже колька, да, запечаталась. Достаточно для этого блюда, да, запечаталась. Ну, наверное, все. Так. Ага, побелела, да? Да. Не вся. Не вся? Ну, ничего. Она у нас дойдет в соус. Ага. Можно теперь опускать в соус. Все, загружаем. Да. Так. И перемешиваем. Значит, здесь у нас творог, маночка, молочко, сахар, ванилин, ну, яичко обязательно. Да, яйцо, как положено. Все, теперь можно всю эту форму поместить. А давайте я, наверное. Труховку раскалить. Извините. Извините. Теперь мы сюда кладем сахар. Сколько? Весь. Вот этот весь? Весь стакан? Сколько граммов? 200 грамм. Берем еще одну ложечку. Еще одну? Да. Все это дело перемешиваем. Ставим на небольшой огонь. И будет наш соус вот таким образом готовиться. Прекрасно. Соль. Соль. Перец. Обращаю внимание, перец только душистый. Душистый. Сколько соли? Я думаю, что, наверное, начнем с половины чайной ложечки. Ой, немного. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Достаточно. Все. У нас небольшое количество. Ну, именно душистый. Да, именно душистый. Я нашел? Да. Сколько? Чуть-чуть. Мы же для детского питания. Ну, да. Мы для детского питания готовим, поэтому для себя я бы насыпал чуть больше. Вообще, Владос, есть такое понятие щадящие технологии. То есть, все, что связано с организацией школьного питания, приготовление блюд, должны быть по щадящей технологии. То есть, используется минимальное количество соли, используется минимальное количество перца. То есть, мы практически не используем никаких приправ, которые мы можем использовать дома, во взрослых блюдах. Да, да, да. Например, также для организации питания школьников запрещен майонез. То есть, это табу, это под запретом майонеза в школьном питании нет. Кроме того, как я сказал, что не рекомендуется использовать свинину, также запрещены копченые колбасы. То есть, вот эти все вещи, типа сервелатов и прочих вот этих вот копченостей, все это для школьника запрещено. Но, конечно, да, школьники безумно любят вот такие вещи, как сосиска в тесте, смаженки там и так далее. А пельмени? А пельмени любят, да. Но здесь, конечно, мы используем, если мы говорим о колбасных изделиях, мы используем только вареные, вареные линии колбасы. Типа докторская? Что-то, да, типа докторской, по такой технологии. Я сразу же могу спросить, ну, в силу того, что у нас в области производства всего есть, какой процент используемого сырья уходит на долю местного производства? Ну, этому посвящается огромное внимание и со стороны Роспотребнадзора, и со стороны руководства области. Я бы сказал так, что порядка 80-85% всех продуктов, которые мы используем для приготовления для детей, используется именно, покупается именно у местных производителей. То есть, понятно, да, что овощи, картуфель, капуста, свекла, это все местные выращенные овощи. Например, тоже куриное филе, это точно так же наш местный поставщик. На 5 секунд прервусь, потому что я, наверное, пойду отправлю нашу запеканку. Да, 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 да. Оля, я так понимаю, картофель у нас готов? Да, картофель уже готов. Так, я пошел врусилой, да? Ну, это готов картофель, не картофельное пюре. Не картофельное пюре. Да, для картофельного пюре мы сейчас еще подогреем, да, скипятим молочко с маслом. Так, я тогда скипятил. А это скрываем. Ждем молочко. Ждем молочко. Да, ждем молочко. Пока не лезут. Да, воспользуемся по старинке на нашей кухне. Это не просто по старинке, это мой любимый способ. А вы чем делаете на производстве? А у нас специализированные машины, протирочные. Протирочные машины. Блендеры мы не найдем. Такой. Скорее всего, миксер. Ну, миксером возможно для предания, для того, чтобы картофельное пюре было... Да, да, пышным, нежным. Возможно, да. Но вот... Ну, я вам хочу сказать, что эти руки справятся лучше, чем блендеры. Не сомневаюсь. Так. Максим, расскажите мне, пожалуйста, какие предпочтения у современного школьника именно в питании? А вот, собственно говоря, мы с вами эти предпочтения сегодня готовим. Это основные, да, вот такие вот блюда? Дети, дети безумно любят картофельное пюре. Картофельное пюре может быть совсем все угодно. С гуляшом, как в нашем случае. С котлетами. С рыбой. Хоть с чем-то. Мне кажется, нет ничего вкуснее, чем обычное картофельное пюре и котлетка. С маслом, с молочком, картофельное пюре, это оно прямо... Ну, вот масло и молочко нашим. Оно прямо в трои. Мы потихонечку влюем. И все. Конечно, дети также любят макаронные изделия. Да, да. Как я уже и сказал, вот гуляш из куриного филе тоже получается... В топчик. В детей топчик, да. Ну, и вот из сладких блюд, да, естественно, получается запеканка из творога с брусничным соусом уходит наоборот. Поэтому, да, конечно, дети любят еще и какие-то другие блюда. Ну, вот самые такие, скажем так, ходовые, да, если мы берем гарниры, это, естественно, картофельное пюре, как я и сказал, макароны. Это блюдо из птицы, ну и, соответственно, вот такие вот сладкие блюда из творога и брусники. А вообще, на самом деле, ассортимент очень большой. Используется цикличное 12-дневное меню. То есть в течение 12 дней у нас рационы не повторяются. То есть если сегодня у нас был, было картофельное пюре с кулешом, то в следующий раз мы увидим его в рационе ребенка только через 12 дней. Вообще классно. Почему 12 дней? Потому что некоторые учреждения у нас работают по субботу, мы, соответственно, субботу также организуем питание детей. Отлично. Так, Оля, посмотрите на консистенцию. Комочков нет? Вроде бы. Ну, замечательно. Вроде бы нет. Ну, молодец. Так. Я в детстве всегда любил, когда папа сделает пюре, он так всегда, бля, на. А, то есть вот это дело, да? Мыть, мыть, толпушку после этого не надо было. Для сервировки блюда, получается, мы используем холодный гарнир, состоящий из огурца и помидоров. Ну, это такой классический вид подачи. Да, это так называемая, как можно сказать... Подгарнировка. Подгарнировка, да. То есть ребенок получает необходимые овощи, то есть вместе с этим блюдом еще необходимые овощи. Вот, кстати, я хотел спросить. Очень многие родители переживают, что их ребенок недополучает каких-то витаминов. Как можно доступно обогатить блюдо витаминами? Ну, вот смотрите. Во-первых, изначально есть блюда, которые содержат в себе уже определенный набор витаминов. Вообще, на самом деле, любой продукт, любой пищевой продукт, если это натуральный продукт, он в принципе содержит в себе какой-то определенный набор веществ. Естественно, комбинируя эти продукты, мы уже добиваемся того, что получаем полный спектр необходимых питательных веществ и витаминов, которые должен получить ребенок. Например, за завтрак или за обед. Вот. Если мы говорим про микронутриенты, это, конечно же, рыба. У нас есть рыбные блюда, у нас есть рыбные котлеты. Да, они не всегда пользуются популярностью у наших детей. Да, они иногда морщатся, когда кушают их. Но, тем не менее, это большой запас именно микронутриентов. Есть у нас блюда из морской капусты. То есть мы понимаем, что наша Амурская область, она очень скупа на йод. Да, и у нас очень много проблем в связи с недостатком этого элемента. Соответственно, мы даем морскую капусту. Ну и поверьте, да, конечно, где-то первый год, когда мы начали внедрять это блюдо в рацион, дети морщились, не ели. Ну да, потому что это же специфический. Сейчас, я считаю, что, в принципе, они уже неплохо относятся к этому продукту и его кушают. Ну и так можно сказать про очень многие вещи, овощи, крупы, какие-то другие группы продуктов. Алексей Юрьевич, ну не забывайте, что мы еще повсеместно используем йодированную соль. Естественно. Это уже как... Хлеб йодированный. Да, совершенно верно. Это уже как получается такая дополнительная нагрузка к этому делу. Поэтому... Кроме того, естественная брусничка, лимон у нас постоянно используют именно продукты, которые уже сами по себе кладут витаминами. Мы можем успокоить родителей тот нужный процент витаминов и микроэлементов, которые необходимы растущему молодому организму, они получают благодаря школьному питанию. Максим, я знаю, что вы умеете выкладывать картофель правильным образом. Я возьму на себя это старинным столовским способом. Вот, вот. Кстати, я бы хотел, чтобы наши зрители узнали чуть больше о школьном питании. Конечно, каждый может сейчас залезть в интернет и посмотреть. Но, раз уж вы смотрите нас, вот вам, пожалуйста, профайник про школьное питание. Школьное питание в нашей стране зародилось намного раньше, чем многие думают, и берет свое начало еще в царских гимназиях. В первых гимназиях, открытых при Елизавете Петровне, ученики начинали день с куска хлеба весом не менее 100 граммов. В 60-е и 70-е годы прогрессивной формой организации рационального питания учащихся являлось приготовление и отпуск скомплектованных завтраков, обедов и полдников, которые разрабатывали с учетом требований науки о питании. В современной России каждое дошкольное и школьное учебное учреждение обеспечивает детей питанием с большим разнообразием блюд. Каша готова? Да, у нас уже готова каша, Ольга Алексеевна сказала. Я, опять же, скажем так, я безусловно склонен ей верить. Ну и возьму на себя большую честь засервировать. Давайте, давайте. Я не могу не задать еще один вопрос. А всех ли детей в школе камино питания кормят? На сегодняшний день у нас обязательно питаются детки с 1 по 4 класс. Есть дети с ОВЗ, малообеспеченные, то есть это уже по линии сообзащиты, по линии администрации города Благовещенска. Но на сегодняшний день есть информация о том, что законодатели передали в Государственную Думу проект закона о том, что кормить еще и среднее звено. То есть это у нас получаются детки с 5 по 9 класс включительно. То есть мы практически, если это будет реализовано с 1 сентября 2023 года, мы практически уже будем кормить всю школу. Ну, пока вот кроме 9, ну, кроме, простите, 10 и 11 класса. Блюдо засервировано. Обязательный штрих – это сверху сливочное масло. Поэтому второе блюдо наше с вами готово. Осталось дождаться готовности десерта. Наверное, пожалуй, это самое главное блюдо. Хотя десерт, он считается все равно, как уже после основного. Дополнительное. Дополнительное, да. Но, тем не менее, для наших детей это самое вкусное. Я хочу вам сказать, что это не только для детей. Я смотрю, насколько это красиво. Это просто класс. Я вообще вот творожные запеканки обожаю. Обожаю. Поэтому у меня заведомо на губах вкус этого блюда. Поэтому… А в сочетании с брусничным соусом даже вообще с ума сойти. Это просто сойти с ума. Владимир Юрьевич, не используйте весь соус, поскольку я, как главный сладкоежка, потом вот это все ложкой съем. Пожалуйста. Спасибо. Ну что, друзья, вот они, три основных блюда из школьного рациона. Я предлагаю прерваться ненадолго, дабы мы смогли вот это все запечатлеть. А потом я буду это пробовать. Все, друзья, мой любимый момент, а именно снять и пробовать. Ну, естественно, как это принято, начнем с завтрака, а именно с каши. Я, кстати, такую кашу, честно сказать, вообще никогда не пробовал. Вруб. Это же вкус детства. Это очень вкусно. Так вот. Ммм. Я сегодня приготовлю это дома, потому что это невероятно вкусно. Очень просто. Класс. Всегда без проигрыша. Да, да. Курица – это балдеж. Ну и к десерту, естественно. Ой, какая нежная. Друзья, это балдеж. Я хочу сказать вам спасибо огромное, что вы сегодня оказались на нашей кухне. Мастер, вы, как всегда, прекрасны. Друзья, пробуйте, готовьте это дома. Приучайте своих детей питаться правильно. Ну и теперь наша душа спокойна за наших школьников, потому что они питаются полезно и очень вкусно. Ну и, как всегда, наши рецепты вы можете найти на сайте amourobu.tv. Смотрите нас, ищите в социальных сетях. И питайтесь хорошо. Да, это правда вкусно. Вот поверьте, это чистая правда. Все, приятного аппетита и до скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»